Всем привет, наши дорогие подписчики! Привет тем, кто не подписан еще на наш канал, впервые увидел. Самое время сейчас подписаться на наш канал, нажать вот эту красную кнопку и вот этот вот колокольчик, чтобы не пропускать свежие видео. Итак, сегодня будет такой классный выпуск про пляжи, потому что это очень важно. Эти пляжи меняют твое убеждение про наше Черное море, про наше побережье. Короче, давайте садитесь и поудобнее, начинаем. Итак, самая крайняя точка, самый классный пляж, на мой взгляд, мы туда очень часто ездили. Он очень широкий, он галичный, там есть автокемпинг, он дешевый, парковка там стоит 100 рублей в день, ну такого нигде не найдете. Там цвет моря чуть другой, потому что уже рядом Абхазия и цвет он такой уже излишне грудненький. Там не так много людей, потому что он труднодоступный, туда нужно приезжать, либо на такси, либо на своем автомобиле. Пешком туда идти, ну, очень долго, хотя, ну, мы гадали, ходят самые такие отважные к пожаре. Там есть аквапарки детские, там лежаки вообще просто в разы дешевле, чем на других пляжах. Самое главное отличие этого пляжа, что вы на нем можете спокойно отдохнуть, пожарить шашлыки, накрыть себе стол и отдохнуть, знаете, как на речке, понимаете, да, про что я? Это вот первый такой отдаленный пляж, обязательно сгоняйте на него, если будете на машине. Следующий пляж, поднимаемся туда, ближе к Краснодару, это Эмеритинка, Эмеритинская набережная, Эмеритинская низменность, то есть он же Адлера, он же Большой Сочи. Это пляж, конечно же, какие-то должны быть барабаны. Это Роза Хутор. Ребята, это наша была просто такая классная находка, и на этом пляже мы долго зависали. Вот здесь вот выплывает сейчас подсказка, в описании есть ссылка на этот пляж, на более подробный обзор этого пляжа, обязательно посмотрите. Он точно вас влюбит. А кто отдыхал на этом пляже в комментариях, напишите, пожалуйста, как вам этот пляж. Лично мне, лично моей жене, лично детям он вообще зашел. Это прям, это эталон, ради этого, это эталон, высота даже есть питьевая вода, вообще бесплатная. Короче, заходите по ссылочке, посмотрите подробнее про этот пляж. Далее идет Адвер, далее идет Сочи. Ребята, все эти пляжи, даже Лазаревская, я не буду рекомендовать. Почему? Потому что это легко доступные пляжи, на них очень-очень много народу, там негде плюнуть. Поэтому такие пляжи я порекомендовать вообще не могу, даже если там чисто, даже если есть там какой-то земли, даже если мы где-то были, порекомендовать мы не можем. Поэтому мы двигаемся дальше и сразу же перемещаемся на пляже. Наши, наши вообще любимые Анапы. Мы этот город проявили еще, по-моему, в 17-м году, когда первый раз попали в Анапы, отдыхали в Джигитэ, поселок такой есть, недалеко как бы от Анапы, нам зашло. Тогда было очень переполненный пляжи, но самый факт того, что там вот эти пустынные, песочные барханы, самый смак вот этой Анапы, это именно песок, вот этот греческий стиль, очень-очень плавный заход в море, что невозможно, вообще просто. Там классно, вот эти длинные-длинные волны, которые как на океане, там, их сделятся. Короче, мы влюбились, в этом году мы остановились, в Витязево, и были приятны. Там еще лучше, там дикие пляжи, там знаменитый пляж Талтуга, обязательно ссылочка есть, смотрите, в описании тоже будет. Там есть огромная, длинная-длинная-длинная коса, вообще. Короче, ребята, посмотрите, как там классно. Обязательно посетить. И это, кстати, Анапа, Витязева, это лучшее, лучшее место, где можно отдыхать с детьми, и она еще, знаете, как, не так далеко. Если в Крым куда-то, там на запад, вам нужно ехать еще Огу-Коскока. В Сочи вам тоже нужно ехать Огу-Коскока, и там нету песка, то Анапа это самое лучшее место для отдыха с детьми, запоминайте. Если не подписались на канал, давайте подпишемся. И дальше мы с вами плавно пересекаем Крымский мост, попадаем в Крым. Ну и, конечно же, здесь мы первые, где-то, генеральские пляжи. Вот, поглядите, как здесь красиво. Короче, что такое генеральские пляжи? Это тысяча бухт, где вы можете просто приехать, прокатиться туда-обратно, выбрать себе пляжи. Это абсолютно дикие места. Там лично у меня МТС не ловила сеть. Там есть такие из животных, из-за того, как Беннадра, там есть скорпионы, там есть ракушечные пляжи, там Азовское море. Короче, кто любит отдых такой отдаленной от цивилизации, если у вас там машина позволяет, есть палатки, есть компания, вперед туда, вы точно не пожалеете. Далее, ребята, мы спускаемся, так называемый, восток Крыма, и где вот в Крыму я тоже видел классные пляжи, это, конечно же, Судак. Вот все, что связано с Судаком, вся его окрестность, там новый свет. Посмотрите, как там красиво, какие там пляжи, ребята, вы просто кайфомлете. Просто начинает, с самого начала, как бы спускайтесь, смотрите, мониторьте, любой пляж вам зайдет, там потрясающее море, там есть красивые-красивые пухты. Короче, Судак и все его пляжи мы, конечно же, рекомендуем, обязательно для посещения. Смело туда с детьми, смело туда с палатками, смело заселять в любые отели, там, лучше всяких кафешек, так же подойдет для молодежи. Поэтому Судак обязательно мы вам рекомендуем. Далее мы перемещаемся с вами, знаете куда, вспомните это место, ребята, это бывший кознатим, это поселок Мирный, село Поповка, это просто великолепно. Именно отсюда начинаются Крымские Мальдивы, именно там широченные пенщанно-ракушечные пляжи, там классные волны, там классное море, там вообще великолепно. Там множество вот этих озер, которые свечетли грязью. Короче, Поповку Мирный мы рекомендуем, но не в сентябре, потому что в сентябре приходят в Крым очень сильные ветра и насладиться морем. Купанием вообще там нескомфортно, мы просто как раз в сентябре были. Замыкает наш список топовых пляжей нашего Черноморского побережья. Это, конечно же, поселок Оленевка и Оленевка. Как правильно, поправьте, пожалуйста, в комментариях. Это вообще райское место, это тот самый Мистер Холмут. Пляжи там действительно великолепные. Именно там водятся огромные-огромные синие бузы, которые могут вас ужалить. Именно это место называют Крымским побережьем. Мы там без сончиков, как мука, именно там совершенно в другом море. Мы очень будем признательны вам за движение, за массивный какой-то рассыл нашего ролика, за подписку. Пишите комментарии. Спасибо, что досмотрели выпуск. До новых, до новых выпусков.